друзья сегодня утро ранние 6 утра солнце взошло но не буду его показывать иначе ничего не увидите и сегодня чистое чистое небо было похолодание смотрите на наших горах выпал снег вся алмата видно вот телевышка видно вам или нет это от меня где-то километров наверно 40 вот видите вышка вот и вся алмата там уже по горам дачи где-то там моя дача осталась в горах такая красота вот такая красота у нас вот пола мечети там рядом лежащая на соседней улице мечеть это конечно вам не идеальные пейзажи в основном крыши домов но сегодня так похолодало плюс 9 даже сегодня и не выпал но не не а как это сказать роса роса и ничто я ляпнула не в тему вот так мы живем на крае алматы такая красота самолеты не летают а вон летит самолет ребят смотрите снимаю видите летит сейчас он будет приземляться рядышко вот он красавчик маленький-маленький вот к нам в аэропорт летит интересно какая азиакомпания небольшой какой-то совсем небольшой сейчас сядет здесь вот у нас и аэропорт садится вот слышно даже так вот такая ребят красота а то съемки то веду с крыши и вот смотрите орех уже получается если рядом приставить уже с крыши высотой огромный дом то тоже у меня как бы не маленький так кстати нахожусь на крыши дома своего это у меня такая крыша здесь можно ставить бассейн вот можно ставить бассейн но здесь у нас все уже конец алматы это частный сектор это какая-то производственная база все заканчивается это все принадлежит логистикой не солнце светит там аэропорты на аэропорты вот все дальше уже начинается село можно сказать мы живем у черта на куличках вон один взлетает но солнце яркость чересчур да а а а и и и а и и ребят хочу сделать подрезки вот хоя карноза и вот видите голые ветки это здесь затесался сциндапсус но если хоя карноза засуху как-то более-менее переносит то сциндапсус сразу пропадает ну как-то плохо и я хочу вообще сейчас обрезать все убрать и вот эти кисти которые спускаются сюда немножко под плести а то получается сциндапсус как бы пропал пропадает он не пропал мало влаги здесь мало света и получается охую карнозу хочу заплести вот здесь вот один горшок у меня на полочке стоит вот 2 притащила лестницу и вот эти вот хочу сейчас на веревочке там оплести подвязать чтобы как-то хоть поинтереснее было в общем занимаюсь такими делами полила все цветы свои полила молоча и ну и вот вот денежные деревья теперь это мой пустой зимний сад такой и теперь занимаюсь подрезкой ну вот так ребята у меня получилось погуще чуть стало получше разложила то обрезала ну а теперь естественно насыпала листья в целую тучу и теперь приходится мыть полы в общем занимаюсь теперь уборкой друзья вот пожарила себе глазуньку из 12 яичек на завтрак но яйца перепелиные малюсенькие свои перепелята со своего хозяйства просто обожаю просто обожаю конечно долго их разбивать но зато вкусно вкус необыкновенный вот такой у меня будет завтрак вкуснющий и еще кофе йог друзья привет всем посмотрите у меня вот здесь шесть черепелочек сейчас я буду отсаживать прям в этот раз хорошо вывелись дружненько срать хотят запасов смотрите смотрите какая шикарная погода сегодня тучи господи палмати тучи и даже дождик накрапывает по виноградику цветочки на балкончике цветут цветут вот начали цвести череночки которые укореняла весной поздней весной уже все уже остальные пересадила ну вот начинают первые цветочки пошли вышла на балкон подышать воздухом вышла на балкон подышать воздухом прям прохладно даже вот уходить отсюда не хочу жалко что не курю конечно как бы может посидела покурила можно конечно чай попить но не охота со стаканами пускаться вот такие вот дела наслаждаюсь погодой потому что жарко очень жарко во мать и сегодня кстати ребята на противоположной стене на балконе мой творческий арт проект это камушки из этих бумаги из бумаги делала я но так и не закончил он вверху видите все у меня дом не закончен мне просто нет денег на закончить его стройку начали а закончить но и вот это уже стоит три года три года они стоят они не крашеные ничего держится отлично отлично держится но на них не должна попадать плака это у меня такая внутренняя как бы стена поэтому держится отлично вот видите потемнее посветлее яичные лотки вот тут вот что-то цветное с добавлением там уже каких-то может быть журналов газет но они хуже растворяются клей клей я сюда добавляла для обоев и вот лепила лепила камушки вот такое ну вот надо бы по идее долепить и закрасить но как-то что-то перегорело но надо доделывать вообще по-моему сложится неплохо да всякие разные такие камни как я уже сказала сегодня чудесная погода прям просто чудо чудо 21 градус всего показывает вот еду в магазин хлеба купить раз в неделю выезжаю больше пока никуда не езжу сегодня такая хорошая погода пасмурно мне так нравится хотя бы не жарко не печет и вот я вышла пособирать ежемалинку вот у меня вот тут ой где она рядок вот такой вот рядок наспела уже немного здесь правда поливаю резко вот это уже оборвала вот здесь вообще что-то половина вымерла как говорится ну вот вот порш ну довольно-таки большой вот собираю и за одну тоже поливаю ее потихоньку включила она слабая пусть поливается заливается малинка вот но за одну и трескаю уже стрескала черт знает сколько грамм 200 наверное вот такие вот ребята тут уже остается мало тут малин наверху вот тут спеет сейчас отберу все покажу сколько получилось сегодня собирала я же малинку ребят такая вкусная такая сладкая обалденная ягодка в общем вот собрала пятилитровая ведерочка себе наверное литр чуть больше отдала соседям литр полтора отдала подружки и даже не все собрала вот такая ягодка я даже не знаю что с ней делать куда мне столько но можно конечно было бы продать но это как бы не мое наверное заморожено компоты и грамм 300 я 150 процентов я съела самые вот такие вот знаете вот смотрите видите она мягкая мягкая толстая ягодка такая вот знаете которая вот уже вот все сок дает переспевшая ммм сладкая обалденная обалденная вот пятилитровая ведерочка набрала ну вот ежемалины в этом году много много помидора ой ребят ну и помидоры вот смотрите помидорища помидорища в руку не помещается да ну маленько конечно корявая тоже сегодня ведро пятилитровое такое ведерко дала подружки опять же соседям дала и кстати срываю а уже не знаю начала замораживать в морозилку по идее надо бы сделать сок но неохота мне возиться неохота и сок и можно было бы сделать помидоры собственным соку мелкие такие положить розовые вот и сделать вот кстати помидорка бычье сердце но это мелкое это мелкое такие большие есть а вот это этот розовый гигант у меня два сорта в этом году или розовый гигант или бычье сердце вот и все вот ну конечно они вот как бы корявые но он для себя ну прям сладкие сладкие вот эту одну помидорину срежешь и еле съешь еле съешь ой не знаю как я буду успевать их есть сижу на кухне занимаюсь заготовками на зиму вот яблоки ветром обдула ну червивые есть и всякие разные такие ну и сижу сортирую такие хорошие обрезаю на заморозку вот это вот пойдет вот помою сначала это вот пойдет у меня кроликом всякие обрезки а это пойдет в компостную кучу вот так сижу делаю заготовочки вот это еще все потом промою водичкой обтечет в першлаке это обтечет и потом в пакет зип пакеты и все и на хранение вот у меня есть холодильничек такой вот туда и пойдет на хранение ну вот яблочки помыла то что биты это ничего страшного это у меня кроликом немножко пойдут огрызки с удовольствием кролята погрызут я буду складывать вот такие зип пакеты вот сейчас чуть-чуть обтечет посмотрим сколько получилось какое у нас сегодня урожай пока яблоки обтекают решила попить кофейку что-то позавтракать так говорится с бутербродиками кофе пью якобс монарх другое не люблю как-то ни карты нуар никакие якобс монарх люблю ну и вот как всегда заменителем сахара вот пять штучек на такой 350 граммов выложу ну и колбаска все как обычно ну вот получилось три пакета три пакета это на три раза вот я так поделилась на раз но с одних яблок я не очень люблю в основном сейчас вот ежемалина начнется ежемалину буду заготавливать вот такой пакетик яблок и пакетик ежемалинки поменьше ежемалинки и все получается компот но если нет ежемалинки кончается ягод я тогда добавляю какое-нибудь варенье варенье всегда остается и никто не ест поэтому вот так ребят все вошу на заморозку в общем варю 7-милитровой кастрюле мне хватает на неделю значит вот на три недели уже себя обеспечила